Всем привет! Вы на канале PlayPanda. У нас сегодня прогулки во тьме. Заставка классная, да? Мне тоже нравится очень заставка, поэтому давайте начнём без раздумий, просто сразу нажмём на Play и пойдём прогуливаться во тьме. Не. Выглядит страшно, хотя бы потому что здесь нельзя бежать, здесь нельзя садиться и нельзя прыгать. Вообще ничего нельзя сделать, кроме как ходить. Игрушка. Это инди-хоррор. Хочу заметить, да, ты не ошибся, это инди-хоррор. Думаю, что он войдёт опять в этот же плейлист пятиминутных инди-хорроров, которые покоряют наши сердца, с каждым в нём всё больше и больше. Ведь это прекрасно, когда ты можешь поиграть в хоррор пять минут. Типа, знаешь, ты срёшься вроде играть в хорроры, но ради... ну, в принципе, знаешь, вроде хочется поиграть, но тебе мешает что-то внутри и говорит, нет, мол, это ж хоррор, зачем ты будешь тратить свою психику на эту игру? Это же страшно, но тебе хочется. И типа вот такие вот игры приходят на выручку. Ты можешь взять, потратить всего лишь пять минут, немножечко подпортить себе психику, но твоё желание поиграть в хоррор, так сказать, удовлетвориться. И ты счастлив, и психика вроде здоровы. Но не факт, что это будет именно пять минут, поэтому... Я думаю, что он не такой длинный, потому что весит он чё-то прям вообще как-то мало. Примерно как и банши, которая вышла вот только-только-только. Так что... Просто поиграем. Я сейчас прям пять секунд, оп, сделаю вот так вот. А то там это самое. Ну, вы всё поняли. Бежать я не могу никуда, эскейп я тоже... Чего, блядь, где? Я обернулся в этот момент. Что страшно такое произошло-то? Ух, сука. Прогулки во тьме. У меня мурашки пробежали по мне. Возможно, из-за того, что холодно в комнате. Возможно, из-за того, что страшно в комнате. Но если будет немножко страшно... Не немножко страшно. Если будет очень сильно страшно, значит я себя ещё и подогрею. Как бы, да. Что могу сказать? Так, ничего не могу сказать. Чего? Это в окна или чё? Я как самый такой тупой... Нихрена себе, там мегаполис. Как самый такой тупой человек, который... Get inside before... Подожди. Что ко мне бежит, блядь? И с какой стороны? Блядь. Да... Ну подожди. Нет, блядь. Что? Откуда звук-то хоть? Я не понимаю, что мне нужно было сделать. Чё, заново что лети туда? Ёп твою мать. Очень страшно. Больше не страшно, а знаешь, я обижен просто. Расстроен тем, что мне просто не дали взять и пройти игру. Ведь здесь нету нихрена нормального... Можно направо пойти. Идём направо. Ведь можно же просто было бы сделать нормальный звук в игре, чтобы я понимал. Мать его, заново. Зачем мне такие наушники, если я слушаю звук, который даже не в стерео, а в моно просто. Вот оно... Оно просто есть. И всё. Что это? Это дом такой чёрный? Ни хрена себе. То есть я просто слышал звук и больше ничего. Ты понимаешь? Я просто слышу звук. Ты же тоже слышишь. Ой, блядь. Куропатка полетела. Ты же, если наденешь наушники, ты тоже услышишь какой там был звук. Он просто был из ниоткуда. И в какую сторону я бы не бежал, он всё равно приближался. Это же было несправедливо, как минимум. Хотя бы потому, что я пытался убежать. У меня не выходило этого сделать. Где справедливость? Разработчик. Товарищ разработчик, пожалуйста, вы объясните мне, как мне это пройти. Как мне в этой... Там что-то светится. Там игрополис. О, блин. Ни хрена себе. Тут дверь какая-то. Самое интересное, что она светится. Значит, в неё можно зайти. И мы в неё, блядь, зайдём. Что за карликов такого я играю? Блин, ниже ручки дверной. О. Крутотень. Да ни хрена не крутотень. Я иду в каком-то этом подсобном помещении. В этом... В здании, в котором нет никого. О. Думаю, зря на это нажал. Ну ладно. О. Чё это? Run back to your house. Бежать-то я не могу, всё равно. Чё там такое моргает? Если долго всматриваться в тьму, тьма начнёт всматриваться в тебя. Поэтому я советую отвернуться от экрана, чтобы мне было страшно. Хотя для чего мы играем в хоррор, и мать его за ногу. Видать, для этого. Здесь есть какой-то сюжет, что ли? Или чё-то происходит всё-таки? Что произошло-то хоть? Кто бы сомневался? Давайте ещё разочек зайдём в левую сторону. В левую сторону зайдём. И посмотрим, что там есть. Что это за чудик такой, который... Который нас догнал. Возможно, нужно было зайти в дом. Да, скорее всего, это хоррор на 5 минут. Потому что мы сейчас записываем 6 минут примерно. И типа нихрена не изменилось. Чё было, то и осталось. Как бы здесь есть два пути. Тут вот даже изначально на знаке нарисовано, что вот есть дорога налево, есть дорога направо. И всё. Типа вот мы сейчас пройдём. Там нас напугают звуком каким-то страшным. Для кого-то он будет очень даже не страшный, а очень интересный, весёлый. Там забавный. Не знаю, каким он только может не быть. И всё. Всё. Дальше нас догонит белый чудик. И игра на этом закончится. Но у нас есть возможность и время сейчас попытать удачу. И попробовать что-то сделать. Пока этот чудик нас догоняет. Мы же шли к двери, правильно? Можно было бы дойти до дверей. Почему-то мы не дошли до двери. Я просто остановился на месте. И пытался понять, с какой стороны за нами бежит какой-то монстр. Видимо, что-то мне в голове помешало это сделать. Вот это кто был-то, ёлки-палки. Я-то думаю, что это за звук был. Я в этот момент просто отвернулся и не видел этого чудака. А он убежал в левую сторону. Значит, мы тоже сейчас в левую сторону пойдём. В принципе, он как раз там в лесу, наверное, и прятался. Ничего страшного не произойдёт. Бежать, прыгать, бегать не могу. Ничего не могу. Фонарь выключить не могу. Могу только идти. Могу идти во все стороны. И эта свобода помогает мне, так сказать, не делать лишнего. До этого дома бесконечно долго. Потому что, сколько бы я к нему ни шёл, он приближается очень-очень медленно. Сейчас. Get inside before it's too late. А, зайди внутрь. До этого. Звук нагнетает, и он сейчас нас... Страшно, блядь, страшно. Кошмар просто. Ладно. На этом мы тогда закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями. Комментируйте. Всем до встречи в новых видео, ребят. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok